Встреча с детьми 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 руки и вести в тюрьму на три года. Вот она переформировка сознания нашего. И отсюда, как мы понимаем, наука, технологии, инновации получат новый импульс развития. Чем? Какой новый импульс? Ну вот этим самым галлопирующей шизофрении, которая войдет в общество нашего человеческого общества, цивилизация. Оно входит в нашу цивилизацию. Будет сделан акцент на экологию. И, как вы знаете, именно принц Чарльз, вся его семья, все делали акцент на экологию. Это их конек. И это будет программа новой фазы глобализации. Они будут стремиться полностью подчинять сознание человечества идеям глобалистов. Глобалисты не могут сегодня управлять цивилизацией. У них не получается. Именно в рамках управления нашей цивилизацией, нашим миром, необходимо резко сократить количество людей на земле. Нас не миллиарды. Нас нет уже 800 миллионов. Нас гораздо меньше. Потому что, конечно, все эти планы за 2020 года начали работать. Сокращение населения идет полным ходом. Подчинение сознания человечества это основная цель. И достигается это не только через контролем над СМИ, социальными сетями, также образование, культура туда входит, искусство. Там тоже будут устанавливаться новые законы. Но достигается это еще и через продукты питания. Продукты питания, чем мы питаемся? Друзья, вы даже не представляете, насколько сегодня наука вошла в нашу жизнь и просто человечеству не рассказывают ни о чем. Но через воду человек состоит из воды. 75 процентов человеческого организма это вода. Соответственно, какую воду пьет человек, такая вода и будет влиять на человека, на его психологические данные, умственные способности, но и на физические данные также. Именно принц Чарльз ему доверили озвучить основные постулаты будущего развития нашего мира. Допустим, одним из пунктов было устойчивое развитие проект Римского клуба, который предполагает сокращение численности населения планеты. Нам начинают внушать, что планета наша перенаселена, что у нас каких-то там более 7,5 миллиардов. Загляните в Россию. Вся средняя часть России опустела. Загляните в Сибирь российскую. Она вся вымерла. Загляните на Чукотку российскую, которая была заселена. Теперь она вся пустая. Сибирь, Алтай, Дальний Восток. Там деревня на деревне стояли. А сейчас вообще ничего нет. И нам говорят, что мир перенаселен. Мир не перенаселен. Просто большим массой людей трудно управлять, когда в голове у тебя не семь пядей во лбу. Вот здесь, друзья, мы сталкиваемся с вопросом управления человечеством. Насколько оно грамотным. И здесь опять-таки нам подсовывают всякие технологические развития, понимания, цифровизация. И в этой связи будут менять управление человеком. Человеком как цифрой уже. Так будет меняться управление. А человек-индивидуум будет забыт. Поэтому дальнейшая цифровизация с введением тотального контроля и надзора над гражданами. Передача ряда функций сильному искусственному интеллекту. Ускорение внедрения биоинженерных технологий. Массовый выпуск роботов. Ну и, конечно, генетическая мутация. Здесь она пойдет вовсю. И, как вы знаете, дети Путина, дочери Путина занимаются как раз генетикой. Генетической мутацией. Это в рамках их проектов в России. А чтобы люди не сопротивлялись, то здесь необходимо устроить деиндустриализацию экономики. То есть разрушить полностью экономику. В каких случаях можно разрушить экономику? Да никак. Это трудно. Диверсии делать в каждом городе, но невозможно. Поэтому деиндустриализация экономики всего мира вышла довольно-таки со скрипом. А вот если взять военные спецоперации, то в рамках спецопераций деиндустриализация экономики идет просто на ура. Надо понимать, что при задуманном плане, то, что задумали глобалисты, у нас не будет больше народностей. Народы все будут разрушены. Будут цифры разные. В Китае одни цифры. Знаете, как номера на машинах. В России другие номера будут. То есть кодовые названия цифровые будут иные. И если ты едешь со своим кодовым цифровым обозначением, то все знают, ты из России, ты из этой местности. И национальностей тоже не будет. Как в Америке. На Соединенных Штатах Америки обкатали различные национальности. Они все стали американцами. И все люди гордятся, что они американцы. Немного пробуксовывал вопрос с темной кожей населения, с темнокожими. Но и он уже как бы вышел. Вы помните, да? Целование ботинок у черного населения. Это Трамп, который никак не мог уйти из Белого дома. Это же он тогда устроил все эти цирковые спектакли. Но он сам по себе человек такой, знаете, нервно-взбалмошный. Поэтому ему можно, ему допускаются такие. И все поняли, что это Трамп. Это и есть большая перезагрузка нашего сознания. Это не случайные вещи. И они не короткие, которые сегодня вызывают ваше отторжение и недоумение. Это надолго. Глобализация – это логический результат глобалистов, политики их. Они так понимают перестройку государственного аппарата, чтобы им руководить. Иначе невозможно. Поэтому все, что сегодня делается, это как раз стирание всех форм идентичности. У вас больше не будет никакого индивидуального внутри. И никто не будет развивать ваше индивидуальное сознание. Вы скажете, ученых не будет. А кому они нужны? Ученые. Уже и так искусственный интеллект в Китае впервые в истории на должность генерального директора назначили робота с искусственным интеллектом. Вы понимаете, что человек с его мозгами уже не нужен. А робот, он будет делать все правильно. У него нет оттенков серого. У него есть черное и белое. И в этих рамках необходимо будет работать. Они назначили виртуального человека на основе искусственного интеллекта. Теперь он будет исполнять обязанности генерального директора в компании NetDragon, которая разрабатывает и управляет многопользовательскими онлайн-играми и создает мобильные приложения. Робот будет отвечать за наблюдения за операциями в популярной китайской игровой метавселенной компании. Как они говорят, что мы верим, что искусственный интеллект – это будущее корпоративного управления. И назначение виртуального директора свидетельствует о нашем обязательстве по-настоящему принять использование искусственного интеллекта для трансформации способов ведения нашего бизнеса, стимулировать наш будущий стратегический рост. Ну, интересно, да? Вы понимаете, что происходит? Что искусственный интеллект будет помогать управлять человечеством. Вот здесь, пожалуй, будут наиболее, но не могу сказать войны, да, но стычки человечества с искусственным интеллектом. Именно поэтому сейчас уже начинают. Вот, друзья, это такая тема большая – пытаться скрещивать машину и человека. Об этом говорят, но мы не знаем, как это выглядит. И надо полагать, что долго в этом вопросе никто не собирается копаться. Все будут только заинтересованы в том, чтобы управляющий был виртуальный, чтобы он был робот. Именно на такое управление возлагают большие планы глобалисты. Те самые, которые сидят там, над нами, в городах, на звездочках. Зачем им президенты? Зачем им управляющие компаниями, с которыми нужно что-то обсуждать, чего-то они хотят. Они хотят хорошо жить, дома. А так все это будет очень просто, друзья. Роботу ничего не нужно. Робот выключился на ночь и сидит себе в комнатушке 5 на 5 или метр на метр. Больше ему ничего не надо. Поэтому человеческие амбиции, человеческий неуемный аппетит, он, наверное, очень вредно влияет на управление человечеством. Поэтому государственные рамки будут изменены, и государственные аппараты будут действовать совершенно на другом уровне. И, как я вам говорила еще три года назад, кажется, в одном из своих прогнозов, что президентов у нас не будет. Будут 3D-изображения. Виртуальные президенты. Ну, а видите, по принципу виртуальных президентов, почему бы не создать управляющих банками виртуальных, управляющих компаниями, тоже виртуальных. Заложена программа. Ни влево, ни вправо отступать не будут. Вот такое цифровое будущее, счастливое, ждет наше все человечество. Я Таня Карацуба, Сиитбурхан.